Больше сотни ребят со всей области приняли участие в 12-м традиционном турнире по греко-римской борьбе в памяти первого тренера сборной команды города Мурманска Сергея Акуличева. Греко-римская, или как ее еще называют классическая борьба, древнейший вид спорта, известный еще с 8 века до нашей эры. Сегодня этот непростой и зрелищный спорт не теряет своей популярности. На стадионе профсоюзов в Мурманске больше сотни ребят приняли участие в турнире по борьбе в памяти тренера Сергея Акуличева. Это был тренер большой буквы, и он пришел сюда в свое время после окончания института физкультуры имени Лезговка, организовал секцию борьбы в Межсоюзном дворце культуры, и потом борьба стала развиваться. Поединок в греко-римской борьбе состоит из двух периодов, каждый по две минуты. Судьи наблюдают за действиями на ковре и сразу же считают набранные очки. Они делают действия, за которые дают очки. Бросок четыре очка, перевод два очка, но также есть там один, можно бросить на пять баллов. Кто больше очков набрал, тот и побеждает. Еще есть такая победа на туше, вранцузское слово, это то есть на две лопатки. Если соперник удержал своего соперника, то эта чистая победа считается самой лучшей, самой качественной. В этот раз на ковер вышли мальчики в возрасте до 16 лет. Спортсмены приехали из Североморска, Александровска, Оленигорска и других муниципалитетов. Я занимаюсь год борьбой, и мне она очень сильно нравится, из-за того, что я решила для себя то, что надо чем-то заняться, чтобы похудеть и знать хотя бы что-нибудь о единоборстве. Тренеры советуют отдавать детей на борьбу в 10 лет. Однако на этом турнире выступают и совсем юные восьмилетние спортсмены. Что могут сделать мальчики в канун такого праздника? Показать, что они мужчины, показать результат. Ну а если серьезно, в замечательном турнире много у нас детей занимаются борьбой. Их год от года становится все больше. И уже настает вопрос о том, что для них нужен большой спортивный центр отдельный. И мы думаем об этом в городе. Греко-римская борьба в Мурманске очень популярна. От желающих ходить в секции нет отбоя, говорят тренеры. К тому же навыки и приемы, полученные во время тренировок, можно использовать и в других видах единоборств. Например, в популярных сейчас ММА.